Тогда позвольте нам перейти к следующему докладу, который однозначно является дополнением к лечебным опциям гепатоцеллюлярной карциномы. Доклад называется «Роль рентгеном эндоваскулярных методов в лечении гепатоцеллюлярного рака», и мы попросили этот доклад сделать Поликаркова Алексея Александровича, доктора медицинских наук, заслуженного врача России, главного научного сотрудника отдела инклюзионной радиологии, оперативной хирургии, профессора капитал радиологии Института имени Грампа. Это признанный лидер в лечении именно рентгеном эндоваскулярным, как применение конструкционных технологий не только у нас в Петербурге, но и в стране, и поэтому, мне кажется, мы, Алексей Александрович, мы с удовольствием послушаем Ваше сообщение. Спасибо, что Вы согласились делать доклад. Да, уж представили. Глубоко уважаемый Сергей Федорович, Олег Григорьевич, Александр Анатольевич, спасибо большое, что пригласили поучаствовать в той значимой мультидисциплинарной конференции. Меня хорошо слышно? Да, хорошо. На самом деле, на сегодняшний день, однозначно, проблемы гипотезулярного рака решаются только командно. Так, презентация пошла. Да. О, только командно. Мне немножко легче сейчас, уже практически вся актуальность рассказана. Я буквально там несколько моментов остановлюсь, на мой взгляд, опять-таки, с учетом образовательного цикла, на очень важных моментах. Не нужно, особенно инфекционистам и гипотологам-терапевтам, нашим российским пациентам с гепатитом В и С, говорить, что мы их вылечили. Потому что новые данные показывают, что даже сирологически пролеченные гепатиты, что В и С, без вирусной нагрузки, в ближайшие годы до 10% дают возникновение гипотезулярной карциномы. Нельзя их успокаивать, нужно дальше продолжать скрининг. Что зависит от классификации? У нас, слава богу, страна большая. На мой взгляд, классификации, как европейские, так и азиатские, у нас имеют право быть. Потому что в той же Якутии очень много ориентального гипотезулярного рака. Но есть клинические рекомендации Минздрава, есть практические рекомендации русской. И уже не надо об этих классификациях говорить. В России принято две – ТНМ и Барселона. ТНМ, на мой взгляд, имеет чисто исторический и академический характер. А клиническое применение надо основываться на системе барселонской классификации. И вот так называемая промежуточная стадия является как раз предметом для выполнения наших рентгеновоскулярных процедур. Мне очень нравится вот этот рисунок нашего коллегу Якоба Лерута, трансплантолога бельгийского. Это, кстати, его публикация переведена на русский язык очень хорошо и тщательно. Такая вот пирамидка в лечении гипотезулярного рака. От наблюдения до тотальной трансплантации. И вот эту серединку, всю, на мой взгляд, очень значимую и большую, занимают методы интервенционной радиологии. Это не только химия эмболизация, это радиоэмболизация, это микроволновая абляция, это радиочастотная абляция. Какие сосудистые в основном процедуры? Это химия инфузия, когда создается кратковременная высокая концентрация химиопрепарата в опухоли с одновременным снижением токсичности. Химия эмболизация, это пролонгированная высокая концентрация химиопрепарата плюс эффекты ишемии опухоли. И внутриопухолевая лучевая терапия радиоэмболизация. Основные показания. Палеоэтивная терапия в ГЦР с промежуточной стадии. Повышение качества жизни у запущенных больных, снижение болевого синдрома. Естественно, экстренная эмболизация при разрыве кровотечения. И уже при BCLCA очень многие авторы показали ее эффективность как альтернатива резекции курабельных больных с соматическими противопоказаниями. Также рассматривается как бридж-терапия перед отопической трансплантацией. Противопоказания. На мой взгляд, одно единственное. Недостаточность функционального резерва печени. А вот внепеченочное прогрессирование – это очень относительная штука. Если мы имеем маленький метастаз в легкие 2 мм или 3 мм и гепатозоцеллюлярную карциному в печени объем 7-8 см, пациент погибнет от нее. Поэтому ее нужно лечить, может быть, в комбинации с системной химиотерапией. Классическая химиомболизация печеночной артерии. Ее также называют конвеншиналтацией или масляная химиомболизация. Она основана на эффекте кровоснабжения опухоли только артериями, а паринками печени – воротной вены. И так как в опухолевых сосудах нет РЭС-системы, то поглощенная суспензия масляного контрастного препарата с химиопрепаратом вызывает некроз опухолевой клетки. Химиопрепараты базовые – это, как правило, доксорубицин. И второй – это метамицин С. Препарат с маслом можно вводить по долям, а гемостатическую губку для создания ишемии желательно только селективно, не больше двух сегментов, конечно, обходя все аберрантные артерии. Курсы повторяются с интервалами от 1 до 3 месяцев только при наличии КТ-контроля. Про это уже рассказывала Анастасия Валерьевна. Мы используем классификацию контроля М-рецист, потому что как раз-таки масло нужно вычитать из общего объема опухоли, плюс контроли онкомаркеров, альфетопротеина. Пример классической масляной химиомболизации. Два узла ГЦР, гиперваскулярные, введен препарат с маслом и окклюзирована правая печеночная артерия за артерией цистики. Так выглядело КТ до эмболизации, так через месяц с компактным накоплением, так через 3 месяца. По КТ настоящий частичный ответ по М-рецист на наше лечение. Наши результаты основаны в первую очередь не только на данных литературы, но и на своем личном опыте, который довольно приличный. Занимается Центром с заболеваниями печени начиная с 1985 года, когда Анатолий Михайлович Гранов возглавил отделение хирургии в нашем институте. Первоначально мы изучили все методики у пациентов беззначимого цирроза печени и выяснили, что химия и инфузия неэффективна. Масляная химиомболизация и масляная химиомболизация с механическим компонентом дает трехлетнюю выживаемость 33%. Это нас вдохновило на поиск других технологий и более внедрение наших методик. При циррозе в начале 2000-х годах результаты у нас были очень невдовлетворительные, не больше 6-7 месяцев, в основном за счет неиспользования суперселективной техники. В середине 2000-х на рынок вышли так называемые лекарственно насыщаемые сферы. И очень многие публикации первого выступления докладчиков были «все, сейчас мы все победим, наш новый препарат, он супер действует на опухоль и будет очень много ответов». Да, были большие исследования по изучению системной токсичности, сферы лучше, чем традиционная химиомболизация. Частота ответов на сферы лучше. Но при накоплении опыта, как всегда, как во всем, получилось, что не такая уж это и супер чудесная процедура. Такой же постимболизационный синдром, такое же довольно приличное число осложнений и даже есть своя летальность. Да, Катарина Малагария, одна из пионеров использования насыщаемых сфер, не постеснялась, выложила свои данные в таком вот виде. А более того, прошли годы, начали изучаться отдаленные результаты, как традиционной конвенциальной лутации, так и насыщаемыми сферами. И в итоге показа получилась, что на отдаленные результаты это практически не влияет. То есть при правильном выполнении процедуры, что масляная эмболизация, что эмболизация сферами несет свою положительную роль. Что для сфер можно какие преимущества выделить? Ну, во-первых, это действительно низкая токсичность, поэтому при значенном циррозии пациенты с тяжелой кардиологической патологией, там сферы должны быть методом выбора. Абсолютно практически без системных осложнений процедуры. Так как вызывает очень хороший ответ первичный на лечение, использовать в качестве предоперационной или в комбинации с другими методами для снижения стадии и для последующей курабельной резекции. Ну и, так скажем, практический вопрос. Сферы легко стандартизировать. Если масло это уже на взгляд хирурга, выполняющего процедуру рентгенохирурга, то сферы, они калиброваны, насыщены определенным количеством препарата и тут уже как бы никуда не деться. Ну и зарегистрированы в Российской Федерации для внутриартериального использования. Какие осложнения и побочные эффекты наших процедур? Это данные литературы, осложнения до 7%, летальность Д5. Это наши собственные данные на 2006 год, почти 500 пациентов. Осложнения сопоставимы, но при этом, что это отметить, что инвазивное лечение наших осложнений, это калицистоктомия, дренирование абсцессов, оно требуется всего 1% пациентов. И летальность составляет всего 1%. Что можно назвать наши процедуры относительно минимально инвазивными. Постэмболизационный синдром встречается более половины. Вот если он задерживается больше 3-5 суток, тут нужно включать голову, делать УЗИ, МСКТ и МРТ, искать какие-то осложнения. Какие они бывают? Они бывают связаны с техническими моментами. Это когда не сохраняются нецелевые артерии, туда попадает эмболизат. Но и самые такие, наверное, грозные и неприятные, это если у пациентов есть билиодигестивная анастомоза в анамнезе. Это очень часто пропускается докторами. И в итоге какая-то холецистоктомия с ревизией холидоха с 2D-холидоха анастомозом 25 лет назад приводит к инфицированию желчи. И в постэмболизационном периоде с абсцидированием эмболизированной опухоли. Вот пример, так скажем, нецелевого использования, тоже технически не совсем логично выполненная процедура, когда небольшой опухоль в 5-6 сегменте выполняли, это не в нашем центре делалось, выполняли в насыщаемых сферах с уровня долевой артерии. В итоге получили некроз не только опухоли, но и правой половины печени, печеночную недостаточность. Длительно пациент от нее лечился. И, к сожалению, кроме отсутствия коллотераля, это уже потом повторные снимки, рецидив заболевания за счет восстановления воскурилизации из других бассейнов. Это собственный пример, не редкое осложнение, которое тоже встречается. У нас, слава богу, буквально за последние 20 лет два случая. Это разрыв ГЦК после имболизации. Ничто не предвещало плохого. Обычная опухоль в капсуле, все проходимо, артерия. Это надо в госпитальном этапе, онлайн я ее консультировал, воротка проходима. Все типично. Уже при поступлении в клинику, всего через 3 недели после тех исследований, мы при ангиографии видим тромбоз воротной вены. Какая-то авоскулярная часть опухоли. Выполнили очень щадящую имболизацию маслом. И, несмотря даже на селективность и щадящие исследования, на третьи сутки произошел разрыв опухоли. И, к сожалению, пациент умерл не от кровотечения, а от проявления нарастающей печеночно-почечной недостаточности. Гиботрансфузия, консервативная терапия. И все это декомпенсировало, видите, какой выраженный цирроз. И вот так выглядела гематома внутри, так скажем, опухоли. То есть это нужно тоже иметь в виду, что такое бывает. Я хочу продемонстрировать наш опыт самой тяжелой категории пациентов, которых, в принципе, практически никто не любит. Это выраженный цирроз в печени. Как правило, B или C. И классификация по BCLC тоже B и C. И у этих пациентов с гепатенциулярной карциномой. Выполняли мы циклы как масляной, так и насыщаемыми сферами. Все исследования повторные были после доказанного рентгенологического и биологического прогрессирования. Клинические примеры. 72 года. Основной узел BCLCB, цирроз КЛБ. И селективная эмболизация с механическим компонентом позволила нам достичь ответа на лечение 30 месяцев. То есть 30 месяцев мы пациента наблюдали без прогрессирования. Через 30 месяцев появился новый узел. Точно так же его заэмболизировали. Рентгенологический эффект процедуры. То есть опухоль не определяется. Однако у пациента через еще 8 месяцев роста АФП. Увидели прогрессирование и новый узел уже в четвертом сегменте. Также его начали эмболизировать. Достигли очень хорошей стабилизации. И через 70 месяцев от начала лечения у пациента случился инсульт. Приехала скорая помощь, сказала, у вас четвертая стадия рака, куда вас надо везти. Ну и пациент, к сожалению, погиб. Хотя, на мой взгляд, здесь еще пациента можно было лечить и спасти. Другой пример. Это вот к вопросу о классификациях и разнородности пациентов. По ангиографии это BCLCC, прямая инвазия в воротную вену. Выраженная артериопортальная фистула. Выполнена ее суперселективная эмболизация механическим компонентом этой фистули. И на контроле у нас уже нет инвазии. У нас есть опухолевые узлы, которые можно продолжать лечить. Уже промежуточную стадию BCLCB продолжать лечить химиэмболизацию. Пример содружества с клиническими онкологами. Пациент также BCLCC сразу в тромбозом воротной вены с ковернозной трансформацией. В течение восьми месяцев получал... Получал противоклютно. Здравствуйте. Извините, что прерываю. Меня слышно? Отлично. Извините, что прерываю. Что случилось? Меня Виталий зовут. Я инженер трансляции. С вами должны были связаться сейчас. Организаторы рухнули в интернет. Там что-то у провайдеров. И сейчас трансляция не идет. То есть в Zoom вы как бы между собой друг друга слышите, а трансляция на сайте сейчас не идет. Уже минуту пять. А как? Что делать? Может быть, пока что перерыв устроить? Там я видел в программе перерыв. Нет, ну давайте. Ну как-то прерванное будет уже неинтересно. Там 10 участников всего смотрят. Мы и так между... Давайте мы дослушаем. Да, и сделаем... Просто дело в том, что кроме тех, кто сейчас в Zoom, никто это не слышит. Ну и ничего страшного. Ну и ничего страшного. Вы потом повесите презентацию. Хорошо бы ее в YouTube повесить. А запись идет вот к этого доклада сейчас? Ну... Написано, что запись идет. То есть... Ну да, это запись зума идет. Мы потом доклад выложим. Конечно. Да. Да, Алексей, задавайте. Хорошо, тогда... Спасибо. Я продолжаю. Да, да. Я принимал 8 месяцев строго по показаниям, но, к сожалению, наступило... Все, тогда просьба оставаться в Zoom, вот как у нас там с интернетом что-то новости появится. Ага. Мы продолжаем, да. В четвертой степени токсичность. Было прекращено лечение. Мы попытались этого пациента полечить. Онкологи отправили к нам, да, тромбоз и на КТ, и на ангиографии видно. Но, несмотря на это, масляную химиомболизацию пациент переносил очень неплохо. И мы получили вот еще такой дополнительный ответ на лечение. Плюс еще дополнительно 28 лет жизни к моменту лечения. Сразу с тромбозом воротной вены. Когда нам полностью не удается заэмболизировать узел из-за множественных участков его кровоснабжения, здесь мы выполняем РЧА при выраженном циррозе. Стараемся это делать лепароскопически, под контролем зрения, для безопасности процедуры. Пример ответа полного опухоли на лечение при BCLCB с использованием насыщаемых сфер. Ангио до, после и такой вот у нас контроль. К сожалению, погиб также пациент не от опухоли, а через 46 месяцев от кровотечения, изъязвивания надцеперстной кишки по месту жительства. Пример использования сверхдаунстейджинга, узел ГЦК, эмболизация. Это макропрепарат после того, как мы получили ответ на лечение, выполнили лепароскопическую резекцию этого сегмента. Очень хорошо видно, что внутри опухолевой клетки в уголе лежит вот эта вот так называемая сфера. И тотальный некроз опухоли близлежащий. И этот пациент стоял гипотетически на листе ожидания с учетом цирроза и миланских критериев. Но после радикального лечения, соответственно, с нет. Что с учетом дефицита донорских органов в нашей стране мы считаем неплохим результатом. Пример также клинического наблюдения. Самый неудобный для всех локализация первый сегмент – гепатоцеллюлярный рак. Так он выглядит на припаде КТ, потому что иногда при ангиографии даже невозможно найти питающий сосуд. Суперселективная эмболизация, ремиссия 44 месяца, вот крайнее КТ сентябрь 20-го, если не знать где, опухолю уже не найти. Других метастазов нет. Таким образом, вот у такой категории пациентов тяжелых, да, у нас есть осложнение, у нас есть летальность 4%. Но у нас есть частота ответов. Прогрессирование только у 25%, у остальных или стабилизация, или ответы. Причем средняя продолжительность жизни при этом 22 месяца. И что нужно подчеркнуть, что, как правило, эти пациенты, что после хирургии, что после абляции, что после наших методиков, они погибают от осложнений цирроза печени, а не от прогрессирования опухолевого заболевания. И именно 70% у нас погибло от осложнений цирроза печени. Трехлетняя выживаемость 15%, медиана 18 месяцев. Радиоэмболизация основана на использовании, как правило, И3-90, доза облучения одномоментной опухоли 100-200 грей. На сегодняшний день вышли российские сферы на рынок. Сейчас проводится клиническая апробация в Обнинске у нас по использованию этих препаратов. И скоро выйдет на рынок полный 166 на российский, что тоже увеличит потенциал наших воздействий. Первую радиоэмболизацию мы выполнили в нашем центре в 2009 году. Пример массивной формы ГЦГА с тромбозом правой ветвей воротной вены. После перераспределения дополнительных артерий выполнена радиоэмболизация. Это контрольная через 5 месяцев. Есть лучевой гепатит, есть немножко, видите, печень изменилась, уменьшилась. Но с этим же уменьшилась опухоль и стала авоскулярной. Собственные результаты у нас вполне приличные. Всего 4 процедуры мы тогда смогли делать. После этого наступили санкции и И-390 у нас пропал в стране. То есть пациенты с тромбозом правой ветви воротной в месяце при однократной радиоэмболизации 14 месяцев, 22 месяца, 10 месяцев. То есть, в принципе, довольно сопоставимо с другими методиками. Преимущество, что это однократно и можно выполнять при тромбозе воротной вены. Ну, а лимитирующий фактор в основном – это высокая цена и сложность транспортировки. Таким образом, вот с 1998 по 2019 год у нас так изменилась парадигма, так скажем, лечения этих пациентов, улучшились инструменты, набрался опыт. И в итоге средняя продолжительность жизни с 6 месяцев перешла до 22. И вот такая вишенка на торте – это комбинированное лечение методов интервенционной радиологии. Пациентка, молодая девушка, в анамнезе 6 массивных кровотечений из варикозных вен, цирроз печени Child B. Прислали ее ко мне из Калининграда на предмет ТИПСа. При просмотре компьютерной томографии я нашел узел гепатесулярного рака. Естественно, первым в очереди мы стали выполнять эмболизацию. Сначала один узел, потом появился второй. Второй узел. Добились полного ответа в течение 4 месяцев. Далее выполнили операцию ТИПС. Поставили шум, снизили портальную гипертензию, подготовили пациентку. Еще через полгода выполнили ОТП. На сегодняшний день пациентка наблюдается уже в общей сложности около 3 лет. Слава, без рецидива как по онкологии, так и с прекрасной функцией печени продолжает растить своих троих детей. Таким образом, только мультидисциплинарная команда должна отбирать пациентов в сторону лечения. И наша методика является основным методом в нерезиктабельном ГЦР, так называемой промежуточной стадии. Она является относительно безопасной. Перспективу я вижу в комбинации как с иммунной терапией, с таргетной терапией и в сочетании абляционных технологий. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Алексей Александрович. Очень интересное сообщение, на самом деле. Крайне много сейчас мест приложения данных технологий. По сути, нам появилась и бридж терапия, и даунстейджинг, и лечебная терапия при продвинутых стадиях. И действительно, вы показали, наверное, один из самых больших опытов у нас в стране. Потому что мы поэтому вас и пригласили, потому что мы имеем единичные такие наблюдения. В большей степени, по сути, они сейчас связаны были с бридж терапией. И нам удавалось. Действительно, тоже, как вы и сказали, ввиду дефицита органов, приходится пациента достаточно долго тянуть в листе ожидания. И действительно, вот эти методы позволяют каждый, если повторять, два-три месяца, пациента по нашему опыту до года довести до трансплантации печени. Спасибо огромное, уважаемые коллеги. Олег Григорьевич, у вас есть комментарии. Александр Анатольевич, да, Скипенко. Ну, я прежде всего хочу Алексея Александровича поздравить, как всегда, с прекрасной презентацией. Я много-много раз его слушал, и всегда его доклады доставляют большое удовольствие. Я весьма-весьма положительно отношусь к этой лечебной опции. И Алексей Александрович, как эксперт европейского уровня, имея очень-очень большой личный опыт, учреждение давно этим занимается. Но, тем не менее, у меня есть такие вот, вопрос-ответ, коротко. Рецист-критерии при лекарственной терапии, при гепатоцеллюлярном раке, ну, это же как бы слабое место рецист-критерия, потому что диаметр мало меняется, а рецист- основной это на диаметре. Меняется, опухоль становится гетерогенной, меняется пограничный слой, поэтому, как вы оцениваете эффективность лечебную? Вот по этому. Я, наверное, очень быстро протараторил. Я как раз сказал, именно мы используем только М-рецист. Только модифицированный рецист. От рециста отошли уже лет 9. Окей, окей. Ишемия или химиотерапия? Что является ключевым воздействием на опухоль? Я так понимаю по вашим комментариям, что, наверное, преимущественно изменения в опухоли за счет ишемии происходят, да? И ваше исследование показывает и ссылки на работу, да? Что, ну это так, да? Ишемический компонент. Олег Рябович, ишемия, к сожалению, кратковременная. То есть печень очень быстро восстанавливает коллитеральное кровоснабжение. И поэтому ишемия дает вот 6-8 часов кратковременную гибель каких-то опухолевых клеток. А другое воздействие – это именно длительное локальное выделение химиопрепаратов. То есть тут как минимум два механизма. Сейчас изучается третий. Мы об этом давно говорили, но не могли экспериментально подтвердить. Сейчас европейские и американские исследователи это изучают. Есть мнение, что еще кроме ишемии и химиотерапии, есть локальный некроз опухолевых клеток, причем довольно быстрый. Еще включается иммунный ответ, который мы вообще не знаем. Сейчас пытаются попытки его изучить. Поэтому, на мой взгляд, тут три основных компонента. Ишемия сразу, химия постепенно в течение двух-трех недель. Ну а иммунный пока будем изучать, смотреть. Понятно. Приобретение липиадола на сегодняшний день как выглядит? Значит, на сегодняшний день приобретение липиадола беспроблемное. Он зарегистрирован в Российской Федерации. Только, к сожалению, стоимость его стала приблизаться к насыщаемым сферам. Потому что, ну честно вам скажу, монополист торгует. И с ним очень сложно что-то решить. В Европе уже липиадол переведена инструкция и четкие показания химиоэмболизация артериальная, гистеросальпиногография, то есть кроме миелографии, для чего он раньше был придуман, еще и для интервенции, лечения костных метастазов. Значит, в России обещают перевести эту инструкцию второй год, но пока не переводят. Но имея европейскую оригинальную инструкцию на английском языке, любой литический комитет в любом учреждении легитимно может его использовать. Любой котлап. У вас на слайде было 17% полного ответа. Какова выживаемость трех, если есть пятилетняя выживаемость? У меня есть личный опыт. У пятилетнего излечения, как бы это не единичный пациент. Эта категория, вот я взял именно ту категорию, которая с тяжелым циррозом. Там пятилетней выживаемости практически нет, не все погибают от цирроза. Понятно. А вот трехлетняя, да, 17%. И последний. Двусторонняя химиоэмболизация левой и правой артерии, окно для этого и риски? Окно 2-3 недели, риски точно такие же, как и при одномоментной эмболизации. Но сейчас мы очень редко делаем подолевую, потому что мы используем в основном прецензионную суперселективную технику, так называемую up to seven. То есть до семи узлов одномоментно мы можем заэмболизировать. Супер-суперселективно, не повреждая паренки. Спасибо еще раз. Спасибо. Поздравление. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Олег Викторович, у нас один вопросик есть из чата. Как Вы относитесь к применению прямой ангиографии как диагностической целью и предоперационной эмболизацией? На сегодняшний взгляд уровень компьютерной томографии многофазный исключает полностью применение диагностической ангиографии как диагностики. А вот как первый этап планирования вмешательства, это, конечно, обязательно. Несмотря уже то, что мы можем сразу катализировать тот сосуд, который нужен, пациенты тяжелые, цирроз может прогрессировать буквально за неделю. Тромбоза вчера не было по КТ, а сегодня он есть. Поэтому мы перепроверяем все данные, мы выполняем классическую мизентерикографию, целиакографию, селективную ангиографию.